Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джампу Макс, и в этом видеоролике мы будем делать Xbox Series X своими руками. Если что, недавно Microsoft на своем сайте опубликовала чертеж Xbox Series X и Xbox Series S, которые можно сделать самим дома. Я недолго думая решил его все-таки сделать, пошел, заказал печать, конечно, не на нормальной бумаге, а на простой, и в итоге в этом видео мы будем собирать Xbox Series X и посмотрим, какой он в натуральную величину, а также, наверное, попробуем примерить его туда, куда его можно поставить. Если что, я распечатал макет один к одному, то есть это натуральная величина будет Xbox Series X. Сегодня мы его соберем и посмотрим, каков он будет вживую. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, написать Xbox Series 100 и ловите промокодик на подписку Яндекс Плюс на 90 дней. Если что, по моему промокоду она вам достанет совершенно бесплатно. И погнали собирать Xbox Series X. Если что, данный Xbox мне обошелся ровно 50 рублей. Я думаю, что это единственный Xbox, который будет доступен абсолютно всем по карману. И вот так он, в принципе, выглядит. Я печатал в черном-белом варианте. Я не нашел, так скажем, бумагу, которая будет плотнее, чем простая бумага, поскольку ее надо было ждать там около двух недель. И я решил, пацаны, и так все сделал. Я, конечно, не уверен, что он будет нормально стоять. Но, в принципе, сегодня все увидите, как это будет. В принципе, для того, чтобы нам собрать Xbox, нам потребуются лишь ножницы, сама печать и, соответственно, клей. Бумажка реально огромная. Если я не ошибаюсь, то вот эта бумага, это формат А2. Ну, в случае, если вы вдруг тоже будете печатать. Мы поставим какой-нибудь геймпадик сюда, чтобы у нас вот это вот не прыгало. Если что, здесь уже, так скажем, учтены все контуры, все сгибы. Грубо говоря, вам нужно просто вырезать и сложить, чтобы все было красивенько. Опять же, советую печатать на бумаге плотнее, чем простая бумага, потому что, ну, потому что это чертеж, и легче вам будет с ним работать. Но я не ищу легких путей, плюс я не люблю ждать. Вот реально, я не люблю ждать. Ожидание для меня это самое вот, самое-самое обидное и самое-самое тяжелое. Если что, можно было распечатать и S, но S мне не так интересно, как Series X, потому что все-таки Xbox Series X, он побольше. S можно будет поставить, мне кажется, каждому без проблем, потому что у нас занимает мало места. Xbox Series X, на мой взгляд, он все-таки большой. Несмотря на то, что он меньше клоеки пятый, он большой, потому что, когда мне делали тот, мне делали его тоже в натуральную величину. И когда его ел и ставил в холодильник, я офигел от того, насколько он огромный. Потому что он, насколько я помню, размер его составляет 30-30 на 15. То есть, такая большая бандурина, для которой, на мой взгляд, тяжеловато будет найти место. Опять же, нам повезло, что Xbox не такой огромный, как плойка, потому что плойку, ну, реально нужно будет подумать, куда поставить, если вы ее, конечно, приобретете. Да, может быть, так скажем, углы я неаккуратно, но у меня, сорян, нету времени для того, чтобы прямо это делать, мне красивенько. Но мы все же постараемся. Судя по тому, как я нарезаю, походу, у меня реально руки из задницы. Но тут уже ничего не изменить. Фигово то, что он, конечно, катается, но я думаю, что это нам не помешает его нормально поставить. Кстати, осталось, по сути, не так много, как я думал. Прям чуть-чуть осталось дорезать. И, в принципе, у нас уже можно будет загибать и клеить. Что-то представил, что такую версию будут продавать на ВИПе, там, за рублей 500. И кто-нибудь купит, это вообще будет капец. Та-дам! Итак, мы вырезаем Xbox Series X. Никогда не думал, что я вернусь во времена детского сада, когда я буду делать поделки. Вот так, в принципе, он выглядит. Здесь, наверное, не сильно вам видно, потому что такая краска, но так или иначе здесь якобы есть дисковод, все разъемы и так далее. Самое главное, что это в натуральное величину. Так, теперь давайте загибать. Самое главное, чтобы она потом у нас держалась. Знаете, пока получается красивенько. Мне кажется, что вот эти вот, в принципе, грани же одинаковые стороной, поэтому здесь пойдет полегче. Зато после этого видоса я смогу говорить, что я собрал Xbox. Голос, что бумага простая, она лежала долгое время в закруте, и получается вот такая вот фигня. Потому что он получится не таким ровным, как хотелось бы, но так или иначе. Я надеюсь, клей мне подсунули нормальный, он будет клеить без проблем. Потому что все зависит от клея. Если клей будет говно, соответственно, поделка тоже будет говном. Если моя воспитательница посмотрит, то я думаю, что она оценит мою поделку, скажет, Максим, я покажу эту поделку твоим родителям, ты, безусловно, станешь архитектором. А может быть и инженером. Хотя, смотря на то, как я это делаю, это очень вряд ли. Если смотреть на эту ситуацию глобально, что какой-то российский блогер сам собирает Xbox, делает он лишь это потому, что ему не прислали макет, которым прислали из зарубежа другим, ну, зарубежным блогерам. Плащебная ситуация, на самом деле, как-то звучит. Так, ладно, хорошо, мы делаем вот это вот. Не, я понимаю, что я мог бы запариться, подождать более плотную бумагу. Я не ищу легких путей, поэтому вы все сами увидите, какой Xbox будет. Простая бумага, я думаю, выдержит все это. Главное, чтобы не перекатило. А так пока я, в принципе, даже молодец. Не считаю, что он у меня кривой. Держись, держись! Ты должен стоять. Не, пацаны, ну, такой контент, я думаю, заслуживает лайк-узика, подписки на канал, миллион подписчиков. Кто в России еще сделал такой вот Xbox, скажите мне. Ну все, пацаны, я сделал Xbox и... Та-дам! Теперь у меня есть Xbox Series X. Правда, в бумажной и за 50 рублей. Но, так или иначе, он у меня есть. Если что, макет на распечатку, если вы вдруг хотите сделать себе такой же, я могу оставить в описании или в закрепленном комментарии. Ну, тут я, конечно, накосячил, признаю. Да, конечно, сборка желает лучшего, но как получилось, так получилось. Кстати, единственный, наверное, минус этой консоли в том, что на нее у меня точно не будет игр. И тем более, Good of War. Так, ну если смотреть на Xbox сейчас, то, в принципе, он не такой большой, но объемный. Так скажем, вот габариты его, они, в принципе, компактные, но он кажется именно объемным. Вот если вот его величина, вот как бы, фатка все равно кажется как-то побольше, но в целом прикольно, и думаю, что каждый для него найдет место. Так, к сожалению, у меня нет той самой огромной линейки, которой я мерю не только консоли, но еще, сами знаете, что. Мы померяем его простой линейкой, хотя бы приблизительно. Тот там размер распечатали, не тот, вот 10 у нас. В принципе, он, да, в такую величину, которая реальная, единственное, наверное, плюс-минус один сантиметр, но это не так важно. В принципе, консоль прикольная. Что в плане дизайна, что в плане размера. Я понимаю, что это не настоящая консоль, но так или иначе, это просто бумажная модель. Я понимаю, что она хреново сделана, и тут уголки фигово, так скажем, приклеены, но, сорян, как бы добиваться какого-то идеала у меня нет цели. Тем более, надо было печатать на нормальной плотности бумаги, поскольку простая бумага, она такой себе. Кстати, мне очень нравится в дизайне Xbox, что он очень свободный, и на него можно наклеить либо какие-то стикеры, скорее всего, там будут выпускать какие-нибудь такие большие наклейки, с помощью которых там можно будет все это заклеить, кастомизировать свой Xbox, потому что дизайн этого позволяет. Кстати, если что, данный Xbox можно ставить как вертикально, так и горизонтально. Если что, не только этот Xbox, а вообще Xbox настоящий, потому что даже по экскизу, плюс тот самый Xbox, именно настоящая консолька, она будет чуть повыше, потому что снизу у нее есть полукруглая такая подставка. Она несъемная, и, в принципе, при помощи нее можно будет вот так вот стоять консоль, чтобы продув консоли был немножко... короче, немножко был. Также у нас есть вот такие вот крутые наклейки с крутым локотином подкос под Xbox Series оптимизация, и давайте куда-нибудь ее налепим. По-моему, я один из первых, кто сделал такую вот модель. Господи, чем я вообще занимаюсь? А теперь давайте попробуем найти для него место, чтобы куда-нибудь поставить. Сорян за мини-такой вот беспорядок, даже мне его теперь поставить. Кстати, если положить на фатку... Сейчас посмотрим, как она будет по отношению с фаткой. На самом деле, я могу его, в принципе, так поставить. Заменив фатку, вот сюда поставить фатку, сюда поставить 360-й, но, на мой взгляд, для такой консоли может быть просто мало места в продуве. Потом, что же мы еще можем делать? Мы можем ее поставить... А, вот так мы ее уже не поставим, мне не хватит места. Не, он реально габаритный, то есть на фотки, видео это не передать. Либо все-таки ставить вот сюда, включать сюда, чтобы она у меня была всегда на виду, чтобы я ее мог переделить, в случае чего диск, которым я не пользуюсь. Но так или иначе, у меня просто здесь, когда я веду стриму, вот здесь стоит у меня телевизор, и он мне будет мешать. Наверное, единственный вариант, который я вижу, и он более рациональный, это выдвинуть телевизор и поставить его сзади, потому что там очень много места. Он здесь будет офигенно охлаждаться, но я его не буду видеть. Вот, кстати, я говорил, что, в принципе, в консолях дизайн и габариты, это, ну, практически последний фактор, потому что ты с ним никогда не на виду. То есть ты не ходишь там гулять и тому подобное, ты куда-то его поставил, и все, и просто играешь, потому что сам тебе вот этот блок, он не особо нужен, ты его поставил и забыл. Вот так, скорее всего, вот он у меня будет стоять, потому что какого-то реального места, что касаемо суда, я пока, ну, не могу найти, потому что либо убирать Xbox и ставить его горизонтально, вот так вот с продувом, но, на мой взгляд, мне кажется, это минус для консоли, либо как-то двигать телек вперед и ставить его сюда, либо опять же вот сюда. Короче, можете в комментариях написать, в принципе, какой вариант вам лучше, но, на мой взгляд, за телеком. Я понимаю, что я не буду его видеть, но так или иначе, зато с ним будет все хорошо, и он никогда не перенагреется, то есть ему ничего не будет мешать в плане продува воздуха. Ну, в общем, как так. Если вдруг вам понравился видос, то поставьте лайки, подпишитесь на канал, напишите, сделаете ли вы такой Xbox Series X, вот, куда вы его поставите, самое главное, и напишите, если вы сделаете, как вам габариты, потому что на картинках, на видео на экране вы никогда не поймете, как он в реальную величину, потому что, когда мне делали торт, в принципе, торт был такой, только, наверное, еще более огромный, поскольку он немного развалился. Тут же все равно консоль достаточно габаритная, но не такая, как PlayStation 5. Это мини-сравнение, что засылает американцы на настоящую модель, и что делает русский, просто клеит его из бумаги. Если вдруг вы захотите, чтобы я собрал еще Xbox Series S, то давайте наберем хотя бы 5000 лайков, тогда я соберу и сравню с фаткой и с Xbox Series X. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok